С моим ломаным английским для поездки мне потребовалось... И второе из документов, что мне потребовалось, это, в отличие от многих людей, которые уйдут на самом деле до конца в качестве отпуска, я не понимаю, что я еду туда. Друзья, время 1.50, мой вылет в 3.55, не самый приятный рейс. По времени ночной я ночным рейсом не летала уже лет 6 точно. Так сложились обстоятельства, я должна была вылетать на 2 дня позже. Вот тогда бы я летела очень комфортным временем. В 10 часов вечера вылетали бы и как раз утром прилетели бы туда. Но так сложились обстоятельства, наши планы немножко поменялись, пришлось лететь раньше. В общем, я довольно сильно мандражирую перед этой поездкой на самом деле, потому что, во-первых, это мой самостоятельный перелет за границу, где я абсолютно одна. И, во-вторых, следовательно, так как моя подруга меня встречать в аэропорту не будет, а мне нужно будет как-то с аэропорта добраться до нашего отеля, который находится на острове, то значит, что мне придется преодолеть путь от международного аэропорта до внутренних авиалиний. С моим ломаным английским я надеюсь, что все будет хорошо. Как объяснила, опять-таки, мне моя подруга, что все должно быть хорошо, потому что говорить там особо не придется. Главное найти свою стойку, и там все остальное мне расскажут и покажут. Ну, посмотрим и проверим. Для поездки мне потребовалось оформить страховку. Страховку мы оформили в приложении ВТБ банка, услугами которого мы пользуемся. Прямо в приложении, в общем, зашли и оформили. Я инструкцию вам не снимала, старян, это делал мой любимый мужчина. И второе из документов, что мне потребовалось, это тест на ковид, который я сдавала в платной клинике по двум причинам. Во-первых, он должен быть переведен на английский язык. Во-вторых, этот тест должен быть сделан в промежуток в 36 часов от момента сдачи до момента, когда вы прилетаете на место. То есть, следовательно, в эти 36 часов нужно как раз-таки уложиться. Также теста этого, оказывается, есть два вида. Есть по швейцарской системе какой-то орорж. Только его принимают, как мне объяснили, в клинике в некоторых странах. Но в нашем случае на Мальдивах этого не требуется, поэтому я сдавала обыкновенный. Есть еще момент, что можно сдавать обыкновенный экспресс-тест. Он делается за сутки. А можно сдавать тест, который делается за двое суток. И разница там буквально в 300 рублей, но это особого значения не имеет. В 36 часов вы точно уложитесь. Ну и тест вообще по факту. Это из-за того, что в тот период не было вообще много людей. У меня все-таки был готов на следующий день. Не пришлось немного переплачивать. Один еще важный момент. Нужно заполнить декларацию по прибытию. Ее заполняем на вот сайте, который указан. Дальше не спускаемся вот так вот вниз. Нажимаем вкладку New Application. И кнопка Arrival. Потому что мы летим туда, а Departure будем заполнять на обратном пути. Дальше все латинскими буквами, как указано в паспорте. Для того, чтобы сделать фотографию, не нужно заморачиваться. Просто сделайте ее на белой стене прямо на iPhone. И вам, или на любой телефон, вам этого будет достаточно. Дальше заполняйте ваши национальности. Я везде представляю, что я русская. Дату прибытия на место. Дату рождения. Если что-то непонятно, можно всегда перевести в переводчике. Я практически всю декларацию переводила на переводчике. Указывайте номер рейса, направление, куда вы летите, каким образом долетаете. Еще раз национальность. Куда, на какой остров вы собираетесь прилететь. И цель поездки у нас это holidays, выходные. Также вот здесь вот вручную я прописываю адрес пребывания. Просто пишу остров, куда прилечу. Дальше колонка касается теста на ковид. Болеете вы или нет. Указываете, что у вас есть сертификат теста. Берете скрин переведенного на английский язык теста. И указываете дату его проведения. И подгружаете скрин вашего теста как раз в форму. И указываете багаж. У меня с собой багажа не было. Я брала ручную кладь. И поэтому в графе багаж я указываю 1 и 1. По готовности вам будет выгружен QR-код. Его нужно будет сохранить на телефон или сфотографировать на телефон. Он и его вы будете показывать во время прохождения таможни уже на Мальдивах. В отличие от многих людей, которые представляют для себя сборы на Мальдивы примерно таким вот образом. Мальдивы менеджменты. Настоялись несколько иначе. Мой любимый собирал для меня став. Очень качественно готовил меня в эту поездку. Поэтому за более красивую картинку, чем была у меня раньше, большое спасибо ему. Во всем остальном я очень надеюсь, что мне получится снять для вас качественный контент. Я все-таки сильно переживаю, потому что со мной в этот раз новая, более качественная аппаратура, о которой я расскажу вам более полно в каком-нибудь из следующих выпусков. Новое место, достаточно популярное и обожаемое всеми. Я вообще на эти Мальдивы на самом деле не особо-то вообще хотела. Пляжный отдых, пляжно-морской я люблю не очень. Я не очень люблю валяться на пляже, не очень люблю загорать под солнцем, я вообще не люблю жару. Поэтому на самом деле до конца в качестве отпуска я не понимаю, что я еду туда. Но еду поработать, еду снять для вас хорошую картинку и разобраться, что же там все нашли в этих самых Мальдивах, почему они так популярны. Полетели со мной. Ну и бонусом для тех, кто досмотрел этот выпуск до самого конца, расскажу немножко о приятностях, которые вас ждут, если вы летите аэрофлотом. Во-первых, и туда и обратно вам выдают вот такой небольшой наборчик, который добавляет комфорта полету, даже если вы летите в эконом-классе. Сюда входит берушек, крем для рук, маска для сна и тапочки. Также туда и обратно разносят алкоголь, винчик белый или красный. Можете выбрать или попросить у стюардессы. В общем, для меня это было удивлением. Ну и на этом на сегодня все. Хватит полезности и инструкции. Подписывайтесь на мой канал, потому что дальше в следующих выпусках я вам расскажу об отпусках на Мальдивах. С вами была Яна Алексеева. По наехавший влог. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok